Здравствуйте! С заметными событиями этого дня новости на ННТ в студии Махач Курбанов и короткий анонс о том, что будет в выпуске. Иностранец в шоке. Гражданин Великобритании остался доволен лечением в Дагестане и готов теперь пригласить в республику и родственников. Погиб, спасая других. Одной из улиц Дербента дали имя капитана Артура Бабаева. Подробности сегодня в выпуске. Золото поровну. В Каспийске завершился чемпионат Дагестана по вольной борьбе, где победные места разделили между собой Махачкала и Хасавьюр. Сергей Меликов обратился к дагестанцам в связи с событиями в Донбассе, где сегодня утром была начата специальная военная операция. Глава региона заявил о полной поддержке решения президента России. Ситуация находится под контролем. Все республиканские органы власти продолжают работать в штатном режиме. Хочу призвать и вас сохранять спокойствие и выдержку, цитирует Меликова его пресс-служба. Более 100 тысяч беженцев из Донецкой и Луганской народных республик сейчас находятся в Ростовской области. Об этом сообщают федеральные СМИ. В первый же день признания России независимости двух республик, гуманитарная помощь из Дагестана уже была доставлена в лагере беженцев. Груз сопровождал наш корреспондент Хамзан Нурмагомедов. Ему слово. Махачкала, Ростов-на-Дону. Около тысячи километров дорог и 15 часов в пути. Три груженные фуры с гуманитарной помощью доехали до места назначения без проблем. Дагестанскую колонну встретили десятки людей. Среди них как местные чиновники, так и студенты-добровольцы, готовые оказать помощь в разгрузке и сортировке гуманитарного груза. В моем понимании, вы практически первый из регионов, кто быстро мобилизовался и успел довезти. Мужики в основном там остались, они мобилизованы. В основном пришли семьи с детьми, семей там много-многодетных. Там сейчас на ПВРах, правда, там детские сады впору разворачивать. И поэтому вообще спасибо огромное за то, что приехали. Когда я увидел, что вот машины, которые 0,5-я серия, которые начали заезжать, я понял, что это наши настоящие близкие наши друзья. Республика Дагестан заехал сюда. Три фуры огромных, дружеские, настоящие, настоящий гостеприимный дагестанский народ. Обнимаю их, я очень люблю. Гуманитарную помощь на месте уже ждала спецтехника. Общий вес груза – более 50 тонн. Более 30 тонн продуктов питания выгрузили в единый центр приема гуманитарной помощи в Ростове-на-Дону. Уже отсюда их распределят среди беженцев Донецкой и Луганской области. Помимо этого, для беженцев дагестанцы привезли более 20 тонн бутылированной воды и 3000 комплектов взрослой и детской одежды. На самом деле мы даже не объявляли большого сбора о том, что мы планируем провести такое мероприятие. То есть нам хватило буквально за несколько часов обзвонить наших попечителей, меценатов, которые всегда нас поддерживают в такие трудные минуты, проведение таких акций, которые понимают, насколько это важно и необходимо быть рядом, оказывать помощь в трудные минуты людям. И за счет наших спонсоров и меценатов мы смогли организоваться за сутки, собрать и приехать в Ростовскую область. И хочу сказать, что нас и сопровождали весь путь Дагестана до Ростовской области, сопровождали те же меценаты. Мы были сначала по завершению этого мероприятия с нами вместе. Подобные благотворительные акции по мере возможности будут продолжены, подчеркнули в фонде «Инсан». Также отметим, что Муфтия Дагестана в первые же дни после сообщения о прибытии беженцев в страну призвал жителей республики при необходимости оказать помощь и приютить у себя жителей ДНР и ЛНР. Сами переселенцы надеются, что после принятия России независимости двух областей они в скором времени смогут вернуться на родину. Депутаты Госдумы от Дагестана Хизри Абакаров и Мурат Гаджиев попали в санкционный список Евросоюза. Они на прошедшем 22 февраля заседании Госдумы поддержали признание независимости Донецкой и Луганской народных республик. Санкции предполагают запрет на въезд на территорию стран Евросоюза, а также заморозку банковских счетов и активов при их наличии за рубежом. К другим темам. Три лодки, в которых обнаружена рыба частяковых видов в количестве более 2000 экземпляров, были задержаны сотрудниками пограничного управления ФСБ по Дагестану. По информации пресс-службы ведомства, браконьеров поймали около села Новотеречное Кизлярского района, в акватории Каспийского моря, а также близ населенного пункта Судоремонтный. Прилетел из Лондона в Махачкалу, чтобы установить зубные имплантаты, но решил сделать и операцию. Алшам Хани, гражданин Великобритании и Ирака, так был восхищен качеством стоматологических услуг, что решился на более серьезное хирургическое вмешательство. Все прошло успешно, и теперь он планирует привезти на лечение в регион всех своих родственников и друзей. Карим Даниев об этом расскажет более подробно. Наша республика давно стала субъектом медицинского туризма России. В основном к нам приезжают за услугами косметологической хирургии и стоматологии. Теперь молва о качественной и доступной медицине дошла и до Европы. Майер Алшам Хани прилетел из Великобритании. Сделать это ему посоветовали друзья из России. Я приезжаю уже во второй раз. В Дагестане лучшие стоматологи. Здесь высочайшие качества обслуживания и невероятно низкие цены по сравнению с Европой. Только представьте, установка только одного иплантата обходится среднему британцу от 200 до 500 тысяч, если говорить в рублях. В первый раз он приехал два года назад. Понравилось, решил вернуться и обратиться к хирургу Сапарче Магомедову за помощью. На этот раз ему понадобилось более серьезное хирургическое вмешательство. Его беспокоили последствия операции на брюшной полости, которую провели ранее в Лондоне. Дефект был устранен, а пациент доволен. Сегодня нас посетил мой пациент, которого ранее я оперировал по поводу достаточно сложной патологии хирургической. До меня оперировали в Лондоне пациента. К сожалению, операция не увенчалась успехом. Пришлось переделывать. Переделали мы ее видеоиндохирургическим доступом, проколами, что позволило максимально быстро реабилитировать пациента. И пациент остался очень доволен и изъявил желание увидеть те условия, которые мы располагаем в Третьей городской больнице, в нашем хирургическом отделении, с целью дальнейшего сотрудничества, привлечения пациентов к нам по линии, как хирургической, так и по онкохирургической линии. Теперь Алшамхани задался целью пропагандировать лечение в Дагестане. Он признает, что привезти своих британских друзей на юг России будет сложно. Мало кто из Соединенного Королевства решится на это. Но зато поездки на лечение в Дагестан будут крайне востребованы для жителей Ирака, откуда он, собственно, и родом. Он считает, что с Дагестаном можно плодотворно сотрудничать в медицинской области и готов приложить для этого все усилия. «Ирак в данный момент нуждается во врачах. У нас очень много пациентов, но мало условий для лечения и специалистов. Жители Ирака в основном ездят лечиться в Иорданию, в Иран, в Багдад. Теперь, надеюсь, я смогу подключить свои связи в министерство Ирака и показать нашим гражданам место с доступной медициной от наших братьев-мусульман в Дагестане». Руководство 3-й городской клинической больницы Махачкалы готово принять у себя заграничных пациентов. Здесь созданы современные и комфортные условия. А самое главное – в штате лечебного учреждения профессионалы высокого уровня и современное медицинское оборудование. Карим Даниев, Магомед Магометов, телеканал ННТ, Махачкала. Муфтии республики шейх Ахматофанди встретился с дагестанскими ветеранами-афганцами. Гости поблагодарили духовного лидера за оказанное внимание. Они также отметили существенную роль муфтията в просвещении общества. В свою очередь, шейх Ахматофанди обратился к гостям с наставлениями, пожелав им здоровья и благополучия. Я вас представляю как храбрых, смелых, мужественных людей. Дай Аллах вам здоровья. У нас путь один, только ко всевышнему. И корабль спасения тоже одно – это ислам. Другого нет. Проблемы человека закаляет. Любой чиновник, кто бы ни был, кем бы он ни был, он дает то, что предписано в Всевышнем. Если нам не предписано, что он бедный сделает? Мы будем его ругать, а он ничего не сможет. Вот эти 2000-е годы, до 12-го года, по-моему, до 13-го года, у нас еще убийство религиозных деятелей не прекращалось. И многие имамы ко мне обратились, мне говорят, угрозы к нам поступают. Как нам быть? Я говорю, потому что написано в книгах, угроза жизнь не сокращает. Жизнь в Всевышнем определенная. Улица кавалера Ордена Мужества России Артура Бабаева появилась в Дербенте. В торжественном мероприятии приняли участие представители администрации города, а также родственники и близкие Бабаева. Отец поблагодарил собравшихся за увековечение памяти сына, пожелав, чтобы подобные трагические события не повторялись в жизни дагестанцев. Напомним, капитан ФСБ Артур Бабаев был тяжело ранен во время предотвращения теракта на железной дороге в районе переезда Уйташ и скончался в ночь на 8 июля 2009 года. Наша молодежь, наши жители, все равнялись на таких людей, чтобы они были действительно, хоть и трагичны, что это ценой своей жизни, конечно, но чтобы они были примером для нас всех. Я хочу благодарить организаторов всех, и городских, и кто приехал сюда почтить память Артура, и помнить, что этот подвиг он совершил ради Отечества, ради Республики Дагестан. Поэтому я прошу это, значит, всегда помнить, особенно молодым, вот, Кадетский корпус. Каждый мальчишка мечтал бы вот так работать, жить, учиться в Кадетском корпусе и стать человеком. И желаем всем вам успехов. Махачкала и Хасавюрт поделили золото поровну. В Каспийске завершился чемпионат Дагестана по вольной борьбе. Турнир открыл публике новые имена. Также свой уровень подтвердили и опытные спортсмены. Об итогах трехдневных баталий на коврах Алиевского дворца спорта расскажет Курбан Рагимов. Ровно год вне пьедестала. Для Хасам Хусейна Бодрудинова этот чемпионат Республики послужил хорошей проверкой сил. После череды травм экс-чемпион мира среди молодежи смог вернуться на победную тропу. Причем сделал это Хасавюртовец уверенно и хладнокровно. Настрой был выиграть в любом случае. Просто вчера чуть-чуть такой маленький. Этот получился у меня. Травму? Да, травму получил. Тренера тоже говорили, давай снимешься, не будешь углублять. Но у мамы было сегодня день рождения, я хотел хоть какой-нибудь подарок сделать. Я потому что никогда и не выиграл чемпионат взрослый Дагестана. Все время в финале то травма, то что-то еще. И сегодня решил до конца, хоть травма есть, доборолся. Но, аль-хамдул-ля, сегодня выиграл. Публика в Каспийске насладилась не только яркой борьбой опытных мастеров, но и открыла для себя новые имена. Турнир пропускали борцы, входящие в состав сборной России. Они в эти дни готовятся к чемпионату Европы. На ковер Олиевского дворца спорта вышли порядка 250 вольников из разных уголков Дагестана. В отсутствие лидеров сборной Дагестана шанс отличиться получили молодые вольники. Юниоры сполна воспользовались этой возможностью. Дойдя до финалов большинства весовых категорий. В отсутствие лидеров есть на кого посмотреть. Хорошие, прям такие интересные схватки были. Молодые ребята себя проявляют. Есть даже, которые вот только в юниоры перешли. Они здесь борются. Ну, свои силы попробовать. Сегодня большое удовольствие получил. Сегодня так все расписано, что лидеры не могут здесь участвовать, потому что вот сейчас они уже к чемпионату Европы готовятся. В Сочи на сборах. И такой необходимости у них нет. Они уже как бы застолбили за собой место для участия чемпионата России. Именно эта атака стала ключевой в схватке махачкалинца Магомед Расула Ослоева и Мохмада Насырхаева из Хасавюрта. Вольник из столичной школы имени Садулаева уступал с минимальным преимуществом, но в концовке нашел в себе силы для финального штурма. Я уверен был, что я смогу вытащить. Даже план был чуть другой, но не так пошла она. Чуть по-другому получилось. Не так, как я хотел. Все-таки получилось? Получилось, альхамдуллах. На городе тоже по мужикам боролся. И на Дагестане это получается такой более-менее серьезный старт по мужикам. Победный почин своего одноклубника поддержал Ахмед Тажудинов. 18-летний ученик Шамиля Амарова стал открытием этих соревнований. Всех троих соперников, включая по финалу полутяжеловес, положил на лопатки. Так в команде Садулаева закаляется новый танк. Аслуеву Тажудинову и многим другим юниорам, ярко проявившим себя в Каспийске, уже через три недели предстоит вновь бороться на этих коврах. Главная крытая арена республики примет молодежное первенство страны. Отбор на крупные международные соревнования. Если в первый медальный день вперед вышли вольники Хасавюрта, завоевавшие три золота из пяти, то в заключительный день этот результат повторили столичные борцы. В итоге у лучших борцовских школ республики по пять золотых медалей. По результатам чемпионата Дагестана тренеры сформируют сборную для участия в зональных соревнованиях. Курбан Рагимов, Нурмагомед Магомедов, телеканал ННТ, Каспийск. Это все к этому часу. Оставайтесь с ННТ. Всего доброго. До свидания.